здравствуйте мои дорогие я сейчас еду в сторону ярославского шоссе вот слава богу дождь наступил хоть как-то эту химозу прибьет алюминий берилли барий стронца и прочую шнягу которая насыпает сверху а я хотел вам интересную информацию дать вот что я как бы сейчас вот еду думаю что что объединяет тех кто живет с с бесами с дьяволом и чтобы не тех кто живет со святой троицей с господом и спасом нашим иисусом христом есть такое что объединяет значит нас вспоминается такие пословица такая поговорка как угодно зло зле добро добре то есть те кто живет во грехе они попадают все ниже вплоть до смерти чтобы дьявол забрал их душу именно в именно в смерти именно в грехе чтобы человек умер тогда он забирает также и человек который живет по заповедям христовым праведной жизнью он возвышается вот господь по возможности продляет его жизнь и по необходимости для него да ну как полезно для него и он наследует раскиселения вот а теперь более конкретно началось все 17 года с дня переворота 17 года когда значит убили царя с его семьей помазанника божия каким бы он ни был но он помазанник он пусть он там германских кровей еще каких-то австрийских но он был помазан на царство народ его принял дал клятву вот от того у нас и проблемы его никто не поддержал плюнули на него как бы но он достойно себя вел тут вне нет вопросов но да ладно мы сейчас не об этой теме потом спасибо иосифу виссарионовичу он как-то еще приструнил иорданцев и в 1991 году произошел переворот очередной когда уже явно они правят бал и сосуд сосуд все полезные ископаемые но так то так но им это теперь мало они вошли во вкус им нравится но я говорю не только конечно про этих ребят у которых уже торчат везде я говорю про черную аристократию про семьи половичине максима максимуса и далее же с ними еще 297 семей комитет 300 джон коллиман написал почитайте и значит этим этим хлопцем стало теперь мало того что все полезные скопаемы все 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 деньги народу в нищете весь оставшийся народ русы мужчина руса женщина руса это запомните как так было я не про ведические знания вам говорю мы с вами православные христиане русской православной церкви московского патриархата родились здесь здесь и остались здесь останемся вот просто русские это прилагательное так узбеку язык узбекский да голландец язык голландский немец язык немецкий понимаешь а рус язык русский ну вы поняли вот они значит мало того что все так еще и иначе давайте землю у них заберем заберем у них землю а как у них забрать землю правильно убить как ты можешь прийти к соседу у которого хозяйства у которого там ну корова не корова вот кассати коровы здесь корова не корова но пару коз и так далее куры конечно же он будет против если ты скажешь а теперь моя земля нужно что сделать но как-то его выкурить а как можно вы выкурить или убить или испугать вот чем-то собственно так они поступают поэтому в моей родной курской области такая вакханалия и все молчат потому что все идет по плану вот поэтому вы поняли да мало того что огромные огромные это триллионы долларов будь они неладны ежегодно выкачиваются из нашей земли и уходят им кубышку но этого мало давайте вообще заберем землю потому что эти люди позволяют с ними делать все что угодно но это мысли вслух вот и это по поводу делать тех кто живет дьяволом понимаете то есть они еще бы жили бы еще бы жили еще бы сосали это сказать все с матушки руси но они не могут стоять на месте им нужно падать им нужно опускаться ниже и ниже вот такой закон природы так создал господь саваоф святая троица создала человека любимое подобие его собственно единицы стал переживать сильно то что он был любимым а потом вот саваоф стал внимание уделять еве и адаму и он решил показать кто в доме хозяин показатель это сказать все точки над и расставить но своего рода у него получилось но учить у него тоже стала грустная и у тех ребят которые его поддержали и пошли за ним ангелы они стали бесами поэтому значит вот такая получается картина дорогие мои но я вам часто говорю о том что даже самый негативный сценарий даем мы господь так может при превратить смотрите пашки даже есть превратить в хорошие для нас вот раскачка помните дайте время на раска или как-то без без раскачки один-то тоже который обещал обещаю обещать без раскачки так вот это будет раскачкой и и дальше уже как-то будем смотреть сами наблюдать иначе русский мужик нифига не перекрестится но хотя бы остатки его россия останется по порочистам в меньших границах без без того без всего наберите в яндексе границ это границы государства и она грозного нам 16 на начало 17 ком или середина 16 века но там в яндекс подскажет и вот посмотрите в каких границах мы останемся меньшим числом а теперь но по поводу тех кто служит дьяволу все ясно ну так же когда уже закончить тему до конца по поводу людей которые антагонисты добру можем сами вспомнить судьбу того или иного известного вам человека который или блудник или играл игрок да или наркоман пьяница вспоминайте у вас наверняка есть такие в вашей памяти среди окружающих и что мы видим они не могут остановиться раз своем любимом деле деле и они погружаются вот в эту трясину трясину смерти эту липкую ужасную ужасное состояние из которой очень трудно и трудно вы вылезти опять же видите духовная болезнь духовная болезнь и тем не менее она привозит к физической смерти вот и мы видим они вроде как и понимают что что-то не то а все равно колется все равно ищет чё продать чё украсть отнести барыги купить дозу или там водка что чаще мы сами наблюдаем дешевую водку пьет запоями неделю умер или блудник у него только глаза вот эти вот только лишь бы найти самку любую и вот он не может и уже смеются люди ну что ты остановись там пейте там какой-нибудь коля серёжа остановись ну что ты любую юбку как говорят там юбку не про не пропустишь а он не может у него болезнь и теперь по поводу все-таки доброго и светлого дай бог нам пребывать именно в этом силы видите никто не серёжа не петь у николю не это наручными киками не приковывает к этому греху нет вот насколько сильно не силен грех да насколько он вяжет человека душу его помыслы его его тело если угодно буквально физически связывает невидимыми путами вот так работает бесы имеющие каждое свое имя и без блуда и без алкоголя наркомании и клептомании каждый имеет имя а по поводу светлого дорогие мои что можно сказать о том что нет предела совершенству мы собственно и были задуманы на этой огромной красивой земле у которой там несколько часовых поясов самая большая территория 1 6 суши омывающие там несколькими океанами и морями и имеющие разные климатические пояса и поэтому конечно же мы должны быть счастливы если за один год при продаже алмазов можно каждому жителю россии каждому русу и каждой руси или как там до руси руса женщина построить двухэтажные начиная от младенцев и заканчивая глубокими стариками можно построить двухэтажный коттедж за год только сколько воруется у нас поэтому все зависит к сожалению люди ведомы люди ведомы человек так устроен вот песня была у галича не бойтесь что-то там войны не бойтесь тюрьмы а бойтесь того кто скажет я знаю как я знаю как надо вот красивая песня очень глубокая галич писал такой был значит и действительно вот когда человек приходит и говорит пойдем за мной я знаю как надо и где-то грань что он не лжет что он не пришел за ковришками что он не орданский казак или хотя бы он даже пусть не не орданский казака так сказать а соотечественник но с мыслями или купленный ими так далее гарантии нет вы в голову не залезете поэтому поэтому очень важно кто ведет кто возглавляет потому что это труд если по-честному то это труд это подвиг николай второго нужно сказать то тоже сейчас я вспомнил когда он встречался ротшильдом и он его попросил это из воспоминаний княгини который был рядом с ним значит он попросил дать возможность иорданским казакам значит заниматься бизнесом в городах на что император задумался и сказал нет мой народ очень доверчив и наивен и на потом он вышел из кабинета они простились и и пишет он потом ну кому-то сказал она была написана в этих мемуарах о том что он говорит я понял что я подписался бессмертный приговор но собственно так оно и вышло вот так что теперь менял и у нас везде под любое бы обличенные на служат они известно кому возвращаясь теме светлого я могу вам сказать о том что почему вот говорят вам не надоели цари там цари короли зачем вам цари короли мы мы народа власти мы там что-то там или лидера найдем все это брехня все это брехня и права и профанация дорогие мои потому что купить человека простого элементарно запугать купить это это специалисты первого первой части нашего повествования нашего общения они специалисты найдут и темные стороны вашей жизни найдут слабости они специальные у них это все отработано просто даже закрытыми глазами даже не надо давать команду выясни о нем они только человек появляется сразу автоматически начинают искать чего как где был где замешан что любит на чем можно мы как там это женщина это на мид на медок вот так это комитетчики кгб раньше говорили на медок поймать или на алкоголь или на растрату или на наркотик может подсадим или еще чем завели все и человек хочет сохранить достойную спокойную вкусную сытую жизнь и соглашается служить хлопцам поэтому единственный вариант с которым это не вне проходит это царь это царь потому что и так его и но здесь возникают другие конечно моменты я с вами согласен дети бывают не умными бывают дебилами бывают но это не оскорбление дебил это это диагноз бывает разное умственно отсталые и больные теми или иными соматическими заболеваниями не не только не только духовными и душевными это это разные духовные души душевные это разные заболевания поэтому здесь я с вами полностью согласен но тем не менее другого пути у нас нет дорогие мои только только царь тут только помазанник только император потому что потому что я все объяснил вот а жить тогда жить поживать и добра наживать тут элементарно понимаете у нас вообще нет вопросов куда ни пни можно на одном этом на одном это направлении сырьевом жить в шоколаде он пожалуйста пни он в землю смотри заросшаяся путь я еду ведь пустой пустой как лист заросшие все вот у нас сотни миллионов гектаров хороших земель пожалуйста пашню делай делай зерно кукурузу то всякую свеклу картофель заводи скот корми скот без всякой гимо этим продукцию тебя будет мясо яйца молоко понимаешь ты можешь этим торговать как это было и у жертвы в шоколаде да возьми он курская магнитная аномалия сам из курска даже на одно на одном курском вот курской области железногорск есть такой вот понимаешь это руды руды сланцевый газ природный газ нога на каждом направлении у нас не так много русов мы мы можем жить в шоколаде на каждом направлении на одном даже вот поэтому нам у нас и бога видите подменили вот этим агенты влияния которые захватили нашу церковь наша церковь ни в чем не виновата в ней полно праведников и полно мучеников за веру и так далее мидр пцмп другой нам не надо мы здесь родились и мой дед преподобный серафим вырицкий он тоже из этой церкви и мой отец духовный протери василий ермаков он тоже из этой церкви и тоже в ней остался так же как и я и вы мэр здесь родились это наш дом какой-никакой он не виноват пришли пираты как я говорю захватили наши храмы понимаешь и исказили и безобразничают и творят что угодно и при своих других бандитов приглашают пляски устраивают там ходят в платках какие-то там вещи делают несуразные для нас так далее но такое время что мы можем сделать до сказали 100 100 миллионов человек был такой мой мультфильм раньше может вы не помните так называемый мультфильм для взрослых такие были мультфильмы для взрослых когда был ссср это не значит что там была порнуха там и совершенно не было и эротики никакой не было это для это для того чтобы для взрослых что вот люди задумались именно взрослые и там был такой эпизод когда шли гражданские люди много как солдаты и каждый говорил что я могу один что я могу один и там огромные коробки там миллионы и он говорил к что я могу один сделать так что вот мы тоже самое мы из этого мультфильма вот но тем не менее как я вам говорю всегда главное важно понимать не отчаиваться знать ситуацию молиться господу об своей семье в первую очередь об не придавших святую троицу архиереев священников и мирян как я говорю каждый раз когда молюсь чтобы господь послал вразумление народу россии о том что если мы будем молчать то нас не будет физически то что мы с вами начинали начали нашего разговора по поводу того что у соседа две козы там допустим и вот он не хочет уходить земель свои надо убить или испугать вот мы позволяем мы позволяем себя вот вы тот мужик с двумя козами и баба ваша дома и детишки здоровые веселые бегают и вот мы с вами позволяем нас испугать или убить помолимся чтобы этого не было сейчас перекину перекину камеру а то я подумайте что я весь перебинтован и еще чего-нибудь синяками под глазами кто вещает искусственный интеллект да такое тоже будет я вам говорю поэтому надо очень тоже показать свое лицо вот и вот и потому что мы с вами видим глазами а слышим ушами а чувствуем душой за 7 будем жить дорогие мои эх русская дорога ваш евгений лопатин я а к по